Продолжение следует... 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 И потому что я люблю работать с молодыми людьми, я хочу поделиться своим опытом с ними и помогать им не только приобрести лучшую программу или школу, но также приобретение для премиума, если они хотят жить в Канаде, работать в Канаде и приобрести жизнь здесь, потому что Канадо – очень хорошая страна. Я очень люблю работать с молодыми людьми, я хотела передать им свой опыт и позволить им не только приобрести английский, а также приобрести их до жизни в Канаде, чтобы они могли тут оставаться и начать работать. Они хотели бы поговорить о иммигрессионных возможностях, или, может быть, мы просто попросили к Канаде, чтобы представить их школу, а потом вернемся к мне. Может быть, это лучше. Про что вы хотите поговорить? Про самоможливости иммиграции, или про презентацию школы Калчур-Воркс? Про Калчур-Воркс, пожалуйста. Да, scorочка. Посвет . Да, это начальство . Подожди. Вы можете отметить. культуры to you and to talk to you about collaboration and working together we're very excited to have this opportunity. I'm joined with my colleagues Daniel Dilks who's our information and education technology specialist and my colleague Derek Martin our principal and myself the VP Student and Academic Affairs. So we'd like to give a presentation today to talk about Canada and to talk about what we do here at CultureWorks. So we're going to begin with the presentation and I'll pause for translation and we'll take questions at the end. So I think all of you are here because you're interested in Canada and I think we need to begin by talking about a wide study in Canada. Of course for students tuition fees are something very important to consider. Canada has very good quality education, globally recognized degrees and we have some of the lowest tuition fees in English speaking countries when you compare to Australia, United States, New Zealand and Australia. I think we're all here because we are interested in Canada and also learning in Canada. We have a lot of employment opportunities in Canada and recently I know that we are interested in Canada. В Канаде есть очень хорошие возможности для працелештования, и наши студенты, и он будет говорить о этом пять позже, и даже он может работать 20 месяцев на неделю, чтобы заработиться себе на учениях. социальные и социальные возможности здесь в Канаде. В 2015 году мы заняли второе место в рейтинге социального развития. И эта страна является очень благодарной для ребят. Мы являемся популярным местом для социальных студентов, и мы очень рекомендовали, с студентами дать хорошую информацию к друзьям и семьям, чтобы учиться в Канаде, с 95% referral. Много и больше студентов приходят в Канаде, и Канада видит университетские студенты как очень важные. В последнее время, в национальной конференции, университеты в Канаде ставят университетские студенты как основные стратегии, и национальные студенты, и национальные студенты, и национальные студенты. национальные студенты, и национальные студенты, В Канаде есть 35 миллионов, который сравнивается с Украиной, где около 43 миллионов. У нас есть более миллион студентов, которые участвуют в постсеклянной обучении. Обучение очень важное для Канадей. У нас есть высокую качественную систему, и мы очень рады о том факторе. Мы, здесь, в Культурукс, даем этот путь, который позволяет студентам идти и акцессировать университет. У Канады проживают 35 миллионов людей, один миллион из них складывают студенты, большая часть из них складывают международные студенты, и Канада определяет очень большую увагу развитию области. В 2015 году в Канаде учились 353 тысячи международных студентов. и 0.6 из этих студентов были из Украины. И на 70 из них были из Украины. И Grandёзи. Добрый день. Зараз я хочу встретиться на самой на школе CultureWorks. CultureWorks is the oldest pathway program in Canada. Мы начали в 1998. Мы начали с колледжем в Антарео, а сейчас у нас 6 партнеров. Это назвы колледжев и университетов. Например, Институт технологии в Антарео, в Монреалі. Карлтон University in Ottawa. Зараз я хочу встретиться на школе CultureWorks. Так что, после этого, мы успешно работали с нашими партнерами, которые учитывали более 3500 студентов. У нас было 3500 студентов. Участники, которые учитывали в университетах, которые успешно закончили нашими партнерами, и сделали университетами, либо в университетах, либо в университетах. Это просто рассказывает нашим партнерам. Также мы здесь ухажаем, в полностью английском, Давайте зараз усереджуемся на культурных и мовных программах для наших студентов. Таким образом, здесь, как я описал, наши партнеры, шесть колледжей и университетов. И один из шляхов нашего партнерства с нашими партнерами, то есть, что студенты не должны сдавать такие тесты, как АЭЦ, ТОВКО, 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 ТОВКО. Все партнеры. Студенты просто должны учитывать от нашего уровня и от нашего партнера. Таким образом, нет тест-текинга, и мы даем все участие в нашем программе. Студенты должны закончить нашу школу, мы даем все необходимые навыки в рамках нашей программы. Студенты должны продолжать учиться в следующем году. У нас было несколько тенденций, в одной из которых есть еще 10% студентов продолжают свои учреждения. И я знаю, что терминология, поэтому по «градуат» я имею в виду, что они идут на университет или университет или университет. И 85% являются для университет или университет или университет. И вот университет союзывы и мы с вами должны быть очень полезны. И так что программы по студентам, которые образуются Университет, которые университет и Университет, университет и учреждений, скультариуме, социал и скультариуме. У нас же есть ещё университет, которые учатся по гдисназитетам, муч student в школе и университет, и университете находится в нашу игру. faculty. But these are the big ones here – business, engineering, social science, and science. Найбільш популярными программи для студентів є бізнес, инженерия, соціальні науки, природні науки, а також можна выбрати якийсь інший напрямок, наприклад, харчові технології, але в основному найбільші частини студентів, а не якраз ці напрямки. І ми надаємо студентам повну підтримку при вступи до університету. Багато студентів приходять на нас просто заради поліпшення рівня своєї англійської мови, а не заради вступу до університету. У нас є багато пронам, але із них найпопулярнішою є англійська мова для академічних тілей. Після закінчення нашої школи, як я вже казав, у студентів є певний рівень англійської мови, який потрібен і сертифікат, який це підтверджує, для вступу до університету. Та як ми підтримки, і нам необхідно викличчі певної категорії, певної кваліфікації. І наші поклачі повністю відповідають цим відмогам. І всі наші поклачі живі і працювали в інших країнах. І деякі з них навіть зараз продовжують своє навчання. Після закінчення університету. Також, по студентів, ми сподобаємо студенти, не просто для відповідальності, але для відповідальності, які потрібні бути успішними в університеті. В нашій школі можна підтримати хороші рівень англійської мови, а також підготуватися для навчання в самому університеті. І це зовсім не признається би простой під підтримки до тесту ЕСЛ. В нашій школі можна підтримуватися, знову ж таки скажу процентно лише, дозначи тести з англійською мовою, а також підготувати себе до студентського середовища, до університетського життя. Я, Даніел, і Лиз. Якщо інглійською мовою, то, що інглійською мовою є першою, Но для большинства святых, для большинства вашей аудитории, английский язык является другим языком. Поэтому большинство людей в мире общаются с английским языком. И мы спроектовали наши программы самым с таким принципом. Продолжение следует... 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 Також ми фокусуємо увагу на роботі в команде. Також ми допомагаємо студентам підготуватися до різних текстів, якщо навіть у них є такі тексти, які вони обирають заради свого власного майбутнього, з власної ініціативи. Також у нас дуже розвинена система академічної підтримки. В кожного студента є напарник, тобто його викладач, який стає його радником, і вони використовують, будують різні стратегії для здачі тестів та підготовки до навчання. For new students also, we have a buddy system, so we'll have our more experienced students help our newer students to get oriented here. Також робно командного робота і старший студент до допомогань форматчинок. Також роботи. 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 роботи. Також 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 роботи. роботи. Також роботи. Також роботи. dalej. Was just talking about our primary program, our primary offering. But we do have some other programs that we offer depending on the needs of the students. Также есть определенные программы, которые мы предлагаем в зависимости от потребствующих студентов. Мы очень тесно работаем с одним из наших партнерских организаций. Мы проведем программу, где студенты могут изучать английский и предметы, которые будут в университете. В рамках этого программа студенты могут сдать два предмета в университете. И это может быть по-настоящему для того, чтобы вступить в университет в Канаде. И это может быть по-настоящему партнерских организаций. Единицы много питания. Это программа, которая позволяет заставить вы в университете в Украине через интернет. This program uses live video classes similar to what we're doing right now, combined with video lessons that are online and available to students at any time. This course is designed so that students have a lot of flexibility, so it can be studied as an intensive course of up to 24 hours per week, or as a part-time course of up to 14 hours per week. The really exciting part of this program is that it allows English students to connect with students from all over the world, because students will be sitting from their home country around the world. And this program will allow students to complete one or more of the CultureWorks language levels from home. Because it's from home, it's actually a cheaper program or a cheaper way to study English, because students will have lower tuition and they will save on travel, textbooks and immigration costs. And the final specialty course that we offer here at CultureWorks is a teacher methodology course, which is geared more towards people within the Ukraine who are hoping to teach English. This course is a combination of advanced English and teacher methodology. We are focusing on teaching methodologies and current trends in education. And this course is available either online or on campus in Canada. The really exciting part of this course is that there is an opportunity to earn a certificate in advanced learning teaching from Russia University College. And students who complete this course will be prepared to teach English in their home country. And all those who have a certificate will have the right to teach English in our country. As Derek mentioned before, we are an accredited school. We are licensed by languages Canada. We work closely with the government of Canada as well. And we are a dedicated learning institute. I can turn it over to you, Pecha, or we can take questions. Thank you very much for such presentation. Thank you very much for such presentation. But we still have some more for you. Thank you. Thank you. Thank you. I heard that there is a formal preparation for your teachers at your school. Not only for students. How much are these online courses? And if you have to come to Canada, how much are they able to get these courses? Tell us what would you? We are wondering about the price of the course, of English course for teachers and students. And also what kind of requirements should we have to do that? We can talk about the pricing since the pricing would be dependent on how much face-to-face time is required. So right now we are working with Brazil. They wanted an extended time, not as many hours per week for the students. So we could stretch it out. We are flexible in terms of working with our partners and providing a price that is effective for them. In terms of the teachers, we put a proposal together for the Brazilian government for their teachings, their teachers. And we can work with any level of teachers. And our university partner runs the workshops for us. And they are the ones that are giving the certificate. So we do the English language and focusing on teaching Karibati. And they focus on the workshops. We do the English language. Have you occupied a course called CultureWorks? I don't need the English language here. Where do teachers and CDC are required for several courses? Yes, that will take care of them in particular semester. Are really interesting? Isk 2 to Parauaise as a Touratoire government for free training. And not only ф in the Class of Bel�oles. And fortunately, it is worth telling you about nachos of course… Издают студенты дополнительные учреждения при вступе в университет-партнер. Издают студенты дополнительные учреждения при вступе в университет-партнер. Насколько я правильно понимаю, что только после того, как пройти курс в вашей школе, можно потом вступать до других партнеров, 6 других начальных заплат. И наши университет-партнеры ожидают нас, чтобы сохранить требования. Но нужно успешно закончить курсы, то есть силы внутреннего действия. У меня есть несколько вопросов. Первое, какие документы нужны для того, чтобы мы продолжали изучение в Канаде? И как они управляются эти документы? I have a number of questions for you. The first one is, what documents do you need to continue the education in Canada, and how do we maintain it? The documents you would need would be to get a letter of acceptance at one of our university partners, you require your high school transfers, or if you're looking for a master's or PhD, your university transfers. In addition to this, which I think Patrick could probably speak for this better, is the studies department. А для того, как вы можете иметь в выпуске из любого книжка или диплома, право гинчиня и бакалавра или мистер? И поддайте документы. И поддайте документы. Где эти документы должны начать? Как это происходит? Как мы собираем документы? У нас есть процессы и наши регистрицы работают с студентами, в зависимости от того, как университета они хотят идти. Они помогают им им получить документы, и они лиаизируют с ними, с университетом партнером. Фахивцы нашей школы будут сотрудничать с студентами для подальшой подачи заявки до университета. Так, тогда, каким образом мы можем започаткувать, скажем, спольную работу с вами? То есть, между нашим университетом и вашей школой. То есть, нам нужна угода, что-то другое. То есть, как мы можем начать сотрудничество между нашим университетом и вашим школой? Например, мы можем започатать какие-то партнеры, или какие-то партнеры, или что-то такое? Мы можем започатать документы. Мы можем започатать документы, но мы можем започатать документы, чтобы работа с ними, и мы можем започатать документы. То есть, по-моему, что они хотят учить, если они хотят учить инженер, мы можем започатать партнеры. Some of our partners have a higher grade that they require for entrance, so we would look at what the student's grade, high school grade is or university grade is, and then show them their options and help them with their application process. Can I just say something? Hello? Hello? Sorry. Can I just add something, please? Okay, so as an immigration consultant and actually education advisor, I'm here in Toronto and I have a metro in Kherson. So let's say somebody from Islamic University is interested, the first connection would be metro. And I think this is a very good opportunity for students because they don't need to struggle with English, they don't need to struggle with all kind of different reality. So, and this is actually the point of, one of the points of today's presentation. We want to say that students from Kherson University will be in very good hands, talking about metro, talking about me in Toronto, and of course culture works in main office in London, Ontario. I also want to say that students from Kherson University are very good. First, you can подписate a referendum about knowledge, but in general, the first contact with students from our students can be Dmitry Kizanak, То есть им не нужно будет стыкаться с всеми важными и жахливыми реальнями про сдачу экзаменов из английского языка, навчание. Первым кроком будет просто сделать первый крок, то есть контактировать с Дмитром. Понятно. И еще одна такая вопрос, скажем, есть у вас практика на сегодняшний день вкладывания каких-то, або спильная работа в международных программах? И по Erasmus+, Erasmus+. У нас есть еще одна вопроса для вас. У вас есть коммуникация, может быть, какие-то партнерские программы в таких программах, как Erasmus+, или что-то такое? То есть работа в ваших университетах, я так понимаю, да? Is this the first opportunity like that that you have? Or have you already had such a practice, such experience? We work with our university partners to help them with exchange, but we don't facilitate exchanges. чтобы работать, чтобы организовать студентскую свободность, но мы не занимаемся самим этим занимаемся. Can I just... Sorry. Я деденеден. So let's say like this. Erasmus, first of all, Erasmus is connected with European universities. This one thing. This one thing. This one thing. This one thing. Now, now, culture school, culture works is connection between the student and the university they choose to go to. And culture works, this is a connection between the student and the university they choose to go to. И это одна из причин, что у нас нет таких программ как Erasmus. Но для учителя, учителя по how to the university, учителя учителя будут учёные программы, или даже из-за обеспечения Skyrim, но есть свои программы с учебными. Я хочу понять, что CultureWorks — это только связь, это один из лучших способов для учебных 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 учебных. И это само событие. Может быть, в будущем, скажем, у вас есть партнерсия с культурными работами. Может быть, следующий этап будет контактироваться с университетами. Но в этом случае, мы нужны культурными работами, чтобы позволить, чтобы сделать это легче для университетов в Канаде. У нас будет безусловно связь с другими университетами, но сейчас есть хороший вариант. Воспространение с культурными работами. Спасибо. Спасибо. Еще одно вопрос. Сколько, все-таки, пробежок времени занимает учение в школе? И, также, у нас есть вопрос для вас. Как долго занимает учение в школе? Это зависит от вашего английского уровня. Итак, у нас есть 7 уровня. Каждый уровень 8 недели. Но большинство наших студентов приходит в уровне 4 или 5. Поэтому требуются между 16 и 30 недели. В общем, у нас есть система, то есть 7-8 уровня. Если у нас больше студентов приходит на уровне 4 или 5, то будет продолжение 16-17 недель, а не больше. Спасибо. 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 И еще для питания. Сколько стоит учение в университете за уже веки научения? И, также, the question, what is the tuition fee for the university afterwards? Approximately, если вы можете сказать. Спасибо. Это зависит от того, чтобы вы получаете учение в университете. Это зависит от университета, мы можем как раз надать программу и можем вам как раз надать список для разных специальностей. Спасибо большое. Может быть кто-то из студентов, я прошу, может и студент, кого зацикавили, можете вы працювать, например, или дают вам переваги, когда вы научитесь и работаете в Канаде. То есть есть такие вещи, которые интересуют исключительно студентство. Есть вопросы? Ирина, у вас есть вопросы? Скажите, возьмите, пожалуйста, микрофон? Да. Я прошу. Какая стоимость одного, прохождение одного уровня, восьминедельного? What is the fee for passing one level of the test? Of eight weeks. What is the fee for eight weeks course? It's approximately 3500 Canadian? Три с половыми тысячи канадских долларов. Конечно, спасибо за информацию. Для нас она очень важна. Комmer vrijwillим. Дополисе 70. Привет, привет. Дальше. Потихонька, спасибо за ранее. Это интересно. Отличие? и участвовать, или просто жить и жить, и работать. Прежде всего, чтобы приехать как студент в Канаде, кто-то, не важно, в какой стране они приходят, они нуждают учебный permit. Если вы приезжаете в студенты, то это открывает огромные возможности. Еще паня Пета сказала, что мы специально. Даже если ты едешь на курсы и будешь дистанционно учиться, в подальшем тебе в школу нужно иметь дозволь на учебу, и после этого ты не сможешь идти на учебу в подальшем университете. Университет позволяет вам приезжать в Канаде. Также, для страны, как в Украине, которые требуют виза, студенты также будут попросить виза. Таким образом, есть два документа. Виза позволяет вам cross the border, и стандартный документ это стандартный документ, который указывает, что вы в Канаде для изучения. Университет позволяет получить визу на 3-часовое перебивание. Это не виза постоянного перебивания. Университет позволяет студенты, прежде всего, работать на 20 часов в неделю. Университет позволяет получить визу на 20 часов в неделю. Это максимум. Ой, извините, работать. 20 часов в неделю – это максимум. Как это позволяет? Да. Да. И, когда учебные, скажем, в школе, скажем, в школе, скажем, в сутки, они могут работать в полном времени. И какие-то работы. Когда учебные, они могут работать на 20 часов в неделю максимум, они могут работать на 20 часов в неделю. Но, если у них нет каникулы, они имеют полноценный работник. Сейчас, когда ониедут, начнут, они иметь право подгледовательство работа. Например, вы уходите из 2-летнего бизнеса, после вы уходите, вы можете уходить на пост-градуацию работа, которое дает вам право работать в любом месте. Конечно, лучше работать в вашем области, но это не обязательное, это не обязательное. И еще такой интересный момент, паня Петра заведула, что когда ты учишься, ты держишь дозвол на учение. В дальнейшем, когда ты завершишь учение, ты можешь отдать на получение дозвола на работу. И важно, конечно, работать в сфере своя, например, бизнес, но это не обязательная условия в нашей стране. И это важно, если вы уходите в Канаде, если вы хотите уходить в Канаде, и решите заплатить для премидации, это возможно. Таким образом, представьте, что вы пришли как ученик, вы можете работать, вы можете привести к культуру канадской культуры, и тогда вы имеете право заплатить для премидации, вы можете оставить, вы можете привезти к вашей семье, и это одна из лучших направлений, если вы действительно хотите жить в этом стране. Если вы хотите, то есть ли у вас несколько привилегий и преференций? Вы получили сначала дозвол на учение, в следующем вы получили дозвол на работу. Вы, в определенном случае, через некоторый час можете даже запросить своих родителей, свою семью в Канаде? То есть вы имеете право заплату. Также, если вы имеете право заплату, то можно заплатить для премидации. Представляете, что вы пришли как ученик, но когда вы заплатите для премидации, он может работать в любом стране. Если вы получите дозвол на работу, то, конечно, вы понимаете, что вы имеете возможность работать в любом стране. И если вы получите дозвол, то, конечно, не получите данный вид визии. Это для людей, которые хотят жить в Канаде. Добавляем, что деньги и деньги. Я знаю, что это самое важное, и это звучит очень дорого. Но мы должны понимать, что это не для всех. Это не для всех. Но если вы действительно хотите жить в такой ситуации, например, в Канаде или Восточной Европе, то это очень дорого. И это очень дорого. Вы должны платить много, вы должны платить много, вы должны платить много effort, но тогда вы сможете платить для очень хорошего работа. И с временем эти инвестирования, вы получаете зарплату. Спасибо. Паня Фетта заявляет, что, конечно, вы должны потратить много денег. Вы должны потратить много вклад в эту ситуацию. Грошей также. Вы должны получать работу, на которую вы действительно претендуете, и получать хорошую позицию в нашей стране. И сравнивая с Европой, это учебство там тоже не дешево, но вы же понимаете, что у нас вы также получаете все возможности для получения работы, если вы действительно отвечаете всем требованиям. И также, последнее, что, на самом деле, о финансе, в вашем образовании. Я знаю, что в Украине это изменение. Это становится более и более, как в Канаде. Я имею в виду, студенты получают возможность получить loans, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, или их родители, или друзья. В каждой способе это не так. Я имею в виду, не ожидайте, что кто-то дает вам что-то свободное, вы должны работать за это. Это идея. Мы должны подать усилия, денег и время для успешного. Парни Петер говорит, что в том, что будет успешным, стоит подать свои инвестиции, как условия, так и финансовые. И не стоит, пожалуйста, с кондиционером домовам, что не важно ожидать от кого-то, от кого-то, от какой-то организации, фронту, поддерживать, с первого, поддерживать на себя. И поддерживать будет. Есть возможности, как мы говорили. Как мы говорили, кучу работа это только связь между студентом и университетом. И когда университет что-то, что это. С успешным, что это было сделано, что-то, 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 что-то? Я думаю, что вы должны получать специалисты, И некоторые из ваших студентов, они не нужны, чтобы в какой-то момент прийти и увидеть, как это работает здесь. Ваш студент мае приклад и подавится, как все обновляется в нашей стране. И, конечно, когда он будет студентом, он подавится, что мы можем иметь стипендии и финансирование, подаваться на эти возможности. Это у нас есть в нашей стране. Спасибо за такую активную разговор. Живу, пані Петер. Спасибо большое, пані Петер, за такую активную разговору и нашу дайлагу. Ведемо к другим спикерам. Це пані Лис, пані Даніел, пану Дереку. I want to give a sample words for our colleagues, пані Лис, пані Даніела, Петер, Дерек. Спасибо за такую расширенную информацию. Звичайно, нам треба її осмислити, подумати сами. Тисно, для сьогоднішньої економічної ситуації, якраз в якій є Україна, для нас, ми, звичайно, перше питання, яке нас цікавило, це кошти. Ми дуже дякую за багато інтересних проблем. Ми маємо час для зрозуміти. Але за нашим не дуже хорошим економічним ситуаціям, це перше питання, що це було дуже важливим для нас. Звичайно, це питання про підприємство та підприємство. Але ми розширюємо в нашій межі спілкування не тільки з Європою, але й з Канадою. Для нас це дуже приємний сюрприз. Ми вдякуємо за те, що ви знайшли час для такої онлайн-конференції. І я сподіваюся, що це перша конференція. Ми, без слову, більш детально при обговоренні наступних ділових питань ми вже зробимо іншу, другу онлайн-конференцію. Звичайно, ми розпрацюємо перегляд, перша конференція з Європейською. Якщо у вас є до нас питання або побажання, ми з радістю їх вислухаємо і спробуємо дати відповідь. Можливо, ви маєте якісь питання, або інші питання, ми розповідаємо. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Ми можемо дякують більше інформацію наступних ділових питань. Ми не зробили відео для відео про відео, або часу. Ми можемо дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Звісно, якщо ви також маєте питання, ми ще готові відповісти на свій час. Ми можемо заслухати наші питання. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Якщо не питання, то, звісно, зробити увагу на те, що у нас є наш агент, як мене, як парадника Дмитро Козенок Херсонів. Будемо завершувати, тому що у нас вже пізній час, і хочемо подякувати всіх учасників цих спікерів за таку змістовну розмову. Дякую за всі наші спикерів, наші колеги, за таку змістовну розмову. Ми маємо багато змістів у нашому часі. В своїй країн це збільшого, в нашому країн це збільшого. Дякую за перегляд! Дякую! Але ми сподіваємося на те, що ми зможемо побачитись не тільки в онлайн-конференції, в режимі онлайн-конференції, але й в режимі, що ви до нас приїхали. Ми запрошуємо вас у нас в гості, і покажу вам вам Херсонщину таку ж гарну, як у вас є канал. Ми сподіваємося на таку місці, і ми сподіваємося на нашому часі. І ми сподіваємося на тільки в онлайн-конференції. Дякую за перегляд! Ми сподіваємося на нашому часі. І я думаю, що це буде сподівання. Ми хочемо приймати і спочатку вашу хістіальність. Ми знаємо, що українські людини є дуже хістіальні, і ми хочемо сподіваємося на нічого сподівання. Ми також підтримуємо вашу ідею. І звісно, наступить такий день, коли ми також прийдемо до вас. І ми дуже чуми про те, що ваша країна, ваші мешканці дуже господівні. Дякую вам. Давайте ми тоді проєктуємо нашому. Дякую. Дякую. Я всім дуже дякую за все, що ви вмінюєте. У честь наші зустрічі. Я сподіваюся, що вже знайшовтеся та щось гарне. Якщо навіть не сьогодні, якщо навіть не на сьогодні, то я думаю, що в майбутньому ви все-таки повернетеся до цієї розмови. Я сподіваюся, що ви будете знайти, знайти ці контакти. Всі контакти, які в нас є, ми завжди раді з вами ділитися. На нашому сайті відділу міжнародної роботи. Всі програми, які в нас є, які стосуються Erasmus+, які стосуються стажування. Ви бачите, ми весь час стараємося вас інформувати. І будь-яке ваше, скажімо так, від вас, якщо від вас є будь-який посил, то ми дуже раді вас заохочувати до всіх таких міжнародних проєктів. Я розумію, що дуже дійсно складно гроші. Це є основні моменти, на які ми з вас спереджуємося. Ви знаєте, що на сьогоднішній день не завжди гроші в себе вирішують, а іноді бажання. Тому я вам бажаю, щоб ви бажали себе кращого майбутнього і могли йому досягти. Вас добре, дякую вам. Дякую.